Статистика по мошенничеству в банковской системе и со счетами остается стабильной. Злоумышленники продолжают пользоваться доверием граждан. Так, на прошедшей неделе неизвестный ввел в заблуждение женщину. По телефону он представился специалистом по межбанковским переводам и убедил сделать дублирующую заявку на кредит. Саровчанка, естественно, оформила через онлайн-приложение банк-кредит на сумму более 250 тысяч рублей, а затем посредством данного приложения перевела денежные средства злоумышленникам в размере чуть более 93 тысяч рублей. Весенний-летний сезон все чаще воруют велосипеды. Сотрудники правопорядка напоминают еще раз о мерах профилактики угона и кражи двухколесного транспорта. Велосипеды лучше, конечно, ставить в квартиры, либо это в гаражные помещения, которые закрываются. Если это личные клетки, позволяет где-то оставить велосипед, то пристегивать противогоночным тросом. Всего было зарегистрировано 9 ДТП с материальным ущербом и одно ДТП с пострадавшим. На южном шоссе около третьего завода автомобиль Киа столкнулся с машиной «Фольксваген». В результате ДТП водитель автомашины Киа Пиканта получил телесные повреждения в виде ушиба правого тазобедренного сустава и ушиба грудной клетки. После осмотра врачевого периодного отделения была отпущена домой. Ушиба грудной клетки, я так понимаю, что от пристегнутого ремня. Следствие устанавливает степень вины каждого участника ДТП.